Привет, коллеги! Вы на канале Azrael Code. Меня зовут Денис. И сегодня вновь будем говорить про Pinescript. Но если обычно я рассказываю о языке, о Pinescript, о том, как на нем сделать что-то полезное, то сегодня будет долгожданное то, что вы давно хотели. А именно, стратегия, которая на бэктесте может показывать аж 12 профит-фактора, до 90% прибыльных сделок и сотни процентов нет-профита. А если это видео действительно окажется вам интересно, как я ожидаю, и оно наберет 222 лайка, то я перепишу эту стратегию на Python под работу сапитников инвестиций. Ну а пока вы ищите кнопку лайк, она где-то вот там внизу, посмотрите, чуть-чуть вниз прокрутить, вот там вот кнопочка лайк, вот надо на нее нажать. В общем, пока вы ее ищите и пока отправляете мое видос своим друзяшкам по телеграммам, ВКонтактикам и всяким другим соцсетям, я хочу выразить глубокие слова благодарности донатерам, которые поделились своей копеечкой после моих предыдущих видео. К сожалению, вы не подписались, но в любом случае огромное спасибо вам, парни. Донат реально мотивирует продолжать. Некоторое время назад я у себя в профиле на TradingView, меня можно найти по нику Azrael, выложил индикатор, который назвал ЕМА-осциллятор. Так вот он выглядит. Этот индикатор базируется на совершенно банальной экспоненциальной скользящей средней. Я беру колебания цены вокруг экспоненциальной скользящей средней и эти колебания превращаю в осциллятор, который по сути является колебатором. То есть ничего нового в этом нету. Миллиарды индикаторов, которые эксплуатируют ту же самую идею. А идея, собственно, в том, что цена всегда стремится вернуться к какому-то балансу. Чем больше она от этого баланса отклоняется, тем больше сила, которая ее к этому балансу возвращает. А балансом, точкой, так сказать, к которой стремится цена, предполагается является скользящая средняя, в моем случае экспоненциальная. И, соответственно, мой индикатор всего лишь что делает? Откладывает на горизонтальной оси изменение, отклонение от экспоненциальной скользящей средней. То есть формула для расчета очень простая. Цена закрытия минус скользящая средняя экспоненциальная с выбранным периодом. Ну, то есть понятно, что наша цена в итоге будет колебаться вокруг экспоненциальной скользящей средней или любой другой скользящей средней. И, соответственно, на нашем индикаторе постоянно будут графики, которые показывают движение вверх от скользящей или вниз. Вот. Возникает из этого два вопроса, чтобы использовать этот индикатор. Какие отклонения от скользящей средней считать большими? То есть, когда у нас рынок перегрет, перепродан или перекуплен, неважно. То есть, понятно, что на одной бумаге одни изменения будут казаться большими, на другой бумаге менее волатильные, допустим, наоборот, более волатильные. Такие изменения будут вообще ни о чем. То есть, величина колебаний. Как ее посчитать? Для того, чтобы реализовать, тоже используется много разных математических, как правило, приемов. Вот. Я использовал, опять же, очень простую, очень понятную и доступную понятие, которое называется среднеквадатическое отклонение. Вот. Standard deviation. В статистике это используется. Это некий показатель изменения вот этого отклонения от экспоненциальной скользящей средней, который показывает, насколько сильно конкретная бумага, конкретный инструмент, в общем-то, обычно отклоняется от выбранного индикатора скользящей средней с выбранным периодом. Вот. Причем, вот это отклонение также берется за какой-то период. Можно было брать, например, не длину, не тот период, который я выбрал в данном случае, можно было брать бар-индекс, например, и считать стандартное отклонение для всего доступного периода наших баров в цен. Вот. Но я решил поэкспериментировать с таким способом, когда standard deviation я считаю по тому же периоду, по которому считаю экспоненциальную скользящую среднюю. Короче. У нас, получается, есть две основополагающие метрики в моем индикаторе. Это, собственно, экспоненциальная скользящая средняя и разность ее с ценами закрытия, в котором есть метрика длина периода. И эта же длина периода используется при расчете standard deviation. Вот. От этих двух ключевых метрик и производятся все остальные расчеты. На индикаторе, соответственно, первые линии от нуля вверх и вниз, они отображают, собственно, standard deviation наш. Вот. Но при этом возникает важный вопрос. Ну, то есть, понятно, что иногда цена у нас заходит за standard deviation. Но это в целом норма. Не обязательно, что цена, вышедшая за standard deviation, уже говорит о том, что она будет уже отсюда стремиться к нулю по индикатору. Скользящей средней. Нет. То есть, какой-то диапазон выше стандартного отклонения, он будет именно точкой, в которой на цену будет оказываться максимальное давление. И вот эту величину нужно как-то поймать. То есть, она определенно будет выше отклонения, скорее всего. В большинстве случаев. В общем-то, в этом и заключается смысл статистики. Вот. Но насколько выше, непонятно. Поэтому для определения этого диапазона я ввел переменную, которую назвал limit, limit factor. Это некий множитель для стандартного отклонения, которым я считаю определение границы, от которой мы уже начинаем входить в рынок, считать, что бумага перепродана или перекуплена. Ну, в общем, если вы на рынке уже не первый день, то все вам, в общем-то, понятно. Стандартный индикатор, который пытается каким-то невероятно уникальным образом найти зону перекупленности и перепроданности. И, в общем-то, понимаете, что идея стратегии звучит по большому счету в том, чтобы входить в рынок при вхождении, при нахождении, при выходе из зон перекупленности или перепроданности. И действительно это так. То есть, моя стратегия ищет зоны перепроданности или зоны перекупленности. Причем, конкретно в этом скрипте, в этой стратегии, реализованы сразу две схемы входа в рынок. Во-первых, я торгую только в лонг. Я только покупаю бумаги в шорт. Я не торгую с этой стратегией. Соответственно, мне нужно найти позиции для входа в лонг. Классический способ для входа в лонг при торговле в зонах перекупленности заключается в том, что если у нас бумага перепродана, то мы, когда она перепродана, при вхождении в зону перекупленности, при продолжительной зоне перепроданности, при выходе из зоны перепроданности, мы бумагу покупаем. А когда она, допустим, перемещается в зону перекупленности, то мы ее там скидываем, например. Соответственно, эта модель и предполагалась основной в моей стратегии. И я ее реализовал. И она, в принципе, показывает достаточно неплохие результаты в зависимости от инструментов, в зависимости от настроек периода экспоненциальной скользящей средней. Она может показывать очень неплохие результаты в плане количества профитных сделок. То есть 83%, например, на AMD он показывает. Даже когда в целом стратегия убыточная, она все равно показывает достаточно большой процент профитных сделок. И причем практически без настроек этот процент везде достаточно высокий. То есть вот смотрите на percent profitable. Вот везде он достаточно высокий. Вот. Но при этом при торговле из перепроданности достаточно низкий процент, во-первых, net profit, а во-вторых, часто профит-фактор тоже очень не очень. Поэтому в какой-то момент я подумал, ну а давай попробуем схему, когда мы будем входить в рынок, когда цена сходит в зону перепроданности. Ну типа логика такая, что мол, если цена у нас зашкаливает, то много людей присоединяется к этой цене, чтобы попробовать войти в тренд. Вот. Поэтому я в этой стратегии реализовал как бы второй вариант входа. Здесь есть поле модель, которое показывает, когда входить в лонг. При оверселе или про овербай. Вот. И в некоторых случаях овербай показывает, при входе по овербаю, показывает значительно более высокие значения net profit. Видите? То есть если я вхожу в рынок при перепроданности, то у меня net profit 100%. При перекупленной бумаге 375. Разница почти в 4 раза. И такие показатели, они практически по всем бумагам. Это достаточно интересная закономерность, безотносительно от того, стоит ли это использовать в реальной торговле, и вообще стоит ли использовать этот индикатор. Но это забавный факт, который я обнаружил. То есть вот перед нами скрипт, который показывает невероятно отвратительные результаты на конкретной бумаге. У нас минус 44% net profit на 37 сделках. Всего лишь 30% сделок успешный и невероятно ужасный profit-фактор, который ниже 0.2. Максимальная просадка те самые 44%. Это ужасно. Что мы можем с этим сделать? А мы сделать можем, чтобы результат был приемлемым. Даже здесь. Давайте по порядку. Смотрите. У нас есть несколько параметров, которые мы можем регулировать в этом скрипте. У нас есть период скользящий, средний, и, соответственно, период для расчета стандартного отклонения. И мы можем его в этом скрипте регулировать. То есть минимальное значение я сделал 10. Вот. Эта настройка указана вот здесь вот. То есть это input для периода. Базовое 200. Минимальное значение 2. Шаг в 10. Вот. Соответственно, мы можем это менять непосредственно. При выполнении стратегии в пересчете, каждый раз, когда будем менять значение в этом поле, будет пересчитываться вся стратегия. То есть мы можем здесь написать период 10. Профит. Лимит фактор. Сделать единицы. То есть, когда у нас зоной перекупленности уже будет считаться перекупленности перепроданности считаться уже превышение стандартного отклонения. Ну, оставим пока стандартный классический прием при оверселлинге. Хотя у нас был овербай для частоты эксперимента. Оставим. Идем сюда. Смотрите, вот это график визуализации работы моей стратегии. То есть не только сюда смотрите, а сюда смотрите. А теперь начинаем плавно повышать период. У нас меняется, во-первых, график доходности стратегии. Мы видим входы на графике. Но, что интересно, видите, на графике стратегии у меня реализовано так, что отображается толстой зеленой линией. Это лимит, сверху которого мы считаем зоной овер, в данном случае баинга. И зелененьким отображается значение отклонения, которые превысили эту зону. Мы видим изменения сразу в нескольких местах. И можем удобно все это регулировать. Но результат, как видите, никакого нет. То есть улучшать здесь нечего. Давайте вернемся обратно к 10 и попробуем увеличить лимит-фактор. Может быть он нам начнет давать какие-то результаты. Ну, сбегая вперед, тут особых результатов нигде не будет. Все будет достаточно плохо и результат будет отрицательный. Но давайте попробуем изменить модель. Давайте входить при оверселлинге. При ситуации, когда у нас все перепродано. Видите, без настроек тоже плохой результат. Давайте опять сбросим до единички и пойдем тем же самым путем. Вот, кстати, вот здесь уже прямо при базовых настройках уже результат кардинально отличается. Уже у нас 78% нет профита на 452 сделки и 60% профитных сделок. Но при этом отвратительный профит-фактор за счет большой просадки. Ну, на самом деле, если посмотреть на график, то мы увидим, что вот у нас, вот на вот этом участке вдруг сменилось направление движения цены этой бумаги. Она упала и продолжила падать. Мы в какой-то момент подумали, что она упала в зону перепроданности и решили войти. И потом каждый раз пытались входить. Потому что также в настройках стратегии у нас есть пирамидинг, который у меня в данном случае включен. То есть я вхожу по 30% от депо. То есть можно входить на всю котлету или можно входить маленькими кусочками по 30% до трех вхождений. Вот, то есть я пирамидинг использую. Я не говорил об этом. Вот. Можно сделать здесь 100% и 1%. Но результат все равно не будет положительным. Потому что проблема в том, что мы неправильно определяем момент для входа. Итого, но здесь уже есть какой-то оптимизм. Поэтому давайте экспериментировать здесь. Точно так же идем, подбираем значения. Этим примером я вам показываю, как на самом деле легко непрофитную стратегию подогнать под то, чтобы она казалась профитной. Видите, график в целом меняется визуально в положительную сторону. И вот здесь вот видно, как у нас падает вниз собственно вот эта вот линия, которая показывает зону. Зону перепродности в данном случае. Идем дальше. А, ну вот. Вот мы пришли. Вот у нас здесь плохо. Вот здесь у нас была покупка. Опять покупка. Опять покупка. А мы продолжили падать. Потом вышли фактически с убытком. Мы могли бы это отсечь за счет того, что увеличили бы скользящую среднюю. И вот у нас отличный результат. Смотрите, профит-фактор подскочил до 4,9. Количество профитных сделок аж до 82. А нет профит, правда, по-прежнему скучный, неинтересный. Но в целом, в целом, эту стратегию можно уже готовить к продаже. Давайте еще поиграемся с лимит-фактором. Просадка не улучшается. А, вот, красивая просадка получилась. Профит-фактор 15. 15 профит-фактор у этой стратегии с этими настройками. И 89% профитных сделок. Вы видели, с чего мы начали и чем мы закончили. То есть сейчас отличный результат. Давайте проверим эти настройки на других бумагах. Здесь плохо. Ну, здесь нет профит не впечатляет, конечно. Смотрите, какой идеальный график. 138 профит-фактор. 75 успешных сделок. Ну, правда, нет профит не очень. Здесь тоже все неплохо. Здесь тоже, смотрите, великолепно. 88, 25, 103. Смотрите, космос какой. То есть, вы поняли, что вот у нас есть всего лишь два аргумента, ну, три по большому счету с учетом модели, которые позволяют нам добиться целевой прибыльности стратегии. Ну, то есть, надеюсь, я до нее сдала смысл, что на самом деле прибыльная стратегия может быть на самом деле просто подгонкой под исторические данные. Но, как бы то ни было, это достаточно интересно. Гипотетически многие долгие годы живут просто регулируя каждый какой-то период стратегию, по которой они работают. Рынок меняется, меняются аргументы, поправили стратегию и дальше пошли по ней работать. И в целом это имеет право на жизнь. Собственно, как многие меняют свои торговые портфели. Выкидывают одни бумаги, берут другие, выкидывают целый сектор, берут другой сектор и так далее. То есть, в целом, к этому можно относиться по-разному. Кто-то может сказать, что фу, это все подогнанное, нахер такую стратегию. Кто-то может сказать, а что ок, она приносила деньги на прошлом периоде, возможно, будет приносить на будущем периоде. Главное, определить метрики, по которым можно делать выводы, что стратегия с выбранными настройками по-прежнему работает. И в правильный момент понять, что вот эти настройки для вот этой стратегии уже не работают. И нужно их поменять. Оттестировать их на исторических, в том числе новых данных, по другим соседним бумагам, сделать какие-то выводы и продолжить ей пользоваться. Такое имеет право на жизнь. Главное, чтобы вы это все понимали. Вот и все. В общем, с работой стратегии закончили. Давайте немножечко поговорим по коду. Код будет лежать на TradingView. У меня в профиле. Берите, пользуйтесь. Лайкайте, пишите комменты в TradingView. Мне это тоже поможет. Посмотрим, что в коде. Первая функция Strategy, которая определяет нашу стратегию, что мы выводим что-то в окошко под графиком. Настройки входа в Long Short, которые нам доступны. И настройки виртуальных денег, виртуального депозита. По умолчанию, это у меня доллары. Затем настройки пирамидинга. То есть, по умолчанию я вхожу в процентах от депо. Размеры входа 30% от депо. И пирамидинг равный 3. То есть, я могу одновременно держать открытыми 3 покупки в данном случае. Дальше. Entry Name. Это просто нужно что-то передавать в метод StrategyEntry, чтобы открыть сделку. И чтобы закрыть эту сделку. То есть, имя сделки, грубо говоря. Можно написать здесь все, что угодно. Затем идут input. Это то, что мы с вами сейчас настраивали ручками. То есть, вот 3 аргумента, которые мы настраиваем. Это период, скользящий средний период расчета стандартного отклонения. Минимальное его значение 2 шагами по 10. Затем limit factor. Это вот тот множитель на уровень стандартного отклонения. Выбор модели. Это все настройки нашей стратегии, которые мы можем изменять во время ее тестирования. Ну, а дальше идет основной блок нашей стратегии, в котором мы рассчитываем наш осциллятор. Это, соответственно, цена закрытия минус экспоненциальная скользящая средняя к цене закрытия за выбранный период, который мы передали в input и который мы можем изменять. Затем мы рассчитываем стандартное отклонение вот этого нашего величины V за тот же самый период, по которому мы рассчитывали скользящий средний. Ну, все об этом я рассказывал при разборе индикатора. Затем мы определяем отрицательную сторону нашего стандартного отклонения, ну, то есть, типа, нижней зоны перекупленности. И, соответственно, определяем правила входа в сделку в зависимости от пересечения того или иного уровня. То есть, если мы выбрали вход при оверселлинге, то тогда мы входим в позицию cross-under, это когда наша V пересекает выбранный div limit, уровень, который мы начали считать как уровнем перепроданности нашего инструмента. То есть, cross-under, это когда V на предыдущем баре была выше div limit, а на текущем баре стала ниже div limit. То есть, когда у нас цена пересекает, не цена в данном случае, а вот это вот значение нашего осциллятора шло-шло-шло вниз, пересекло div, и вот у нас зелененьким обозначено div limit, это вот наша зона перепроданности. И вот когда она пересекла эту зону перепроданности, вот это случилось событие. Вот на этом баре у нас произошло, и мы входим в позицию. Вот так как у нас включен пирамидинг, вот здесь вот у нас чуть-чуть цена вывалилась за пределы div limit, а потом обратно свалилась вниз, поэтому мы вошли в позицию вновь. И у нас опять же пирамидинг равен 3, поэтому когда цена у нас опять сделала такой кульбит, не цена, а V наша, то мы опять вошли в позицию. Вот так как у нас был пирамидинг равен 3, то вот у нас 3 покупки этой бумаги. Что мы рассчитывали, что она из оверселлинга, возможно еще поболтается внизу, вот, и уйдет обратно вверх. Что собственно и случилось. То есть мы с этих трех сделок в данном случае получили профит, но он был бы выше, если бы мы смогли определить вот этот уровень. Вот. То есть, это все рассчитывается вот в этом блоке. Вот. Ну а условием выхода в данном случае я считаю возвращение нашего V, нашего отклонения к нулю, то есть возвращение цены к экспоненциальной скользящей средней с выбранным периодом. Вот. Ну а дальше у нас идет блок для визуализации. Вот это вот, собственно, вот эта часть с вот этими всякими графиками, которая меняется в зависимости от модели входа. Вот. То есть вот это все можно в принципе выкинуть. Оно не нужно для работы. Вот. Можно вот так вообще все сделать. Вот. Ну и соответственно вход и выход из сделки условия для входа и выхода мы рассчитали вот здесь. Вот. И в общем-то это все, что я хотел сказать по поинскрипту. Напоминаю, что если наше видео наберет 222 лайка, 222, то я перепишу, ну не полностью скорее всего эту стратегию, а возьмем там или в Аверселл, или в Авербай, что-то. Я перепишу все это на питон. Вот. Для того, чтобы работать с API Тинькофф Инвестиций, то есть получать котировки через API, возможно по одной бумаге, либо искать точки входа сразу по нескольким бумагам, и либо покупать, возможно, в песочнице, либо посылать сигналы, возможно, через телеграм. Короче, что-нибудь такое интересное с бацаем, если это видео наберет 222 лайка. Поэтому, если вы до сих пор не прожали лайкос, лайкните. И распространите видос, чтобы этих лайкосов было больше. Ну, в любом случае, спасибо, что досмотрели. Вы знаете, что делать. До новых встреч.